2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенный, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Веяхель» «И собрал Маше все общество сынов Израилевых». И слово вот это вот «И собрал» — «Веяхель», однокоренное со словом «Кигела». Все знают, что это такое, да? Это собрание. Краткое содержание этой недельной главы — это напоминание о необходимости соблюдения шабата, материалы для скинии, назначение мастеров Бецалеля и Агалиафа, изготовление шатра, изготовление покрытия шатра, изготовление брусьев, изготовление ковчега, изготовление стола, изготовление миноры, изготовление жертвенника для воскурений, изготовление жертвенника для принесения жертв, изготовление умывальника и изготовление ограждения двора. Что хотелось бы сказать по поводу нынешней недельной главы? Она, собственно, вся говорит о том, как Божий замысел воплощается на земном уровне. Если мы вспомним ряд предыдущих глав и событий, и в контексте их посмотреть на нынешнюю главу, интересные можно увидеть, как бы, ну, выводы сделать. Значит, еврейский народ выведен из Египта, направляется к горе Синай, где происходит встреча со Всевышним, происходит дарование Торы, заключение завета, после чего Маше поднимается на гору. Опять же, не по своей инициативе, Господь его призвал. Вот на этом этапе хочу немножко остановиться. Тора есть, завет заключен. Чего еще надо? Когда Бог призвал Маше следовать в Египет за ним и вывести народ из Египта, и Маше попросил знамения, говорит, а какое ты дашь мне знамение, как я могу удостовериться, что это ты говоришь? Ну, мы очень часто тоже так Богу говорим, Господь, как я могу быть уверен в том, что это ты говоришь, а не я сам себе придумал, да? Значит, и Бог дает ему такое интересное знамение, говорит, вот тебе знамение, что я это я, вы совершите служение мне на этой горе. То есть, Маше получает знамение после того, как сделает то, что должен сделать, к чему призван. То есть, от него требуется доверие Господу. Значит, и вот они пришли, совершают служение на горе, да? Собственно, результатом является дарование Торы, заключение завета. Чего еще не хватает? А ответ на самом деле находится опять же в той же Торе. Маше взошел на гору. Если вы обратите внимание, о чем Всевышний говорил с ним на горе, то он говорил только лишь об одном, об устройстве скинии. А для чего нужна была скиния? Всевышний говорит, построите мне скинию и буду обитать среди вас или внутри вас. То есть, собственно говоря, скиния нужна была для того, чтобы обеспечить Всевышнему возможность общения, постоянного общения со своим народом. Бог действительно всегда жаждал общения с нами. Тут можно много говорить вообще об этом. И вот через неделю мы будем говорить в МЖБА, поэтому приглашаю желающих с 19-го числа. Значит, что здесь хотелось бы еще сказать? Значит, пока Маше был на горе, народ развратился и сделал себе золотого тельца. Знаете, тут можно увидеть одну очень интересную параллель. Ишоа, так сказать, сошел с небес, был заключен завет. То есть, вот очень интересная параллель. Завет заключен, заповедь сданы, да? Мы рождены свыше, а потом темные века. Темные века христианства, как параллель создания золотого тельца. Там, собственно, с золотым тельцом интересная история. Израиль не сделал себе идола, чтобы поклониться идолу. Если вы обратите внимание, провозглашено было, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта. То есть, они поклонились Богу. Но Всевышний говорит Маше, как скоро они уклонились от заповедей моих. То есть, они поклонились Богу, но не так, как Господь это заповедовал. То есть, проблема золотого тельца, фактически, это создание лжехристианства, скажем так. И практически все историческое христианство, базирующееся на антисемитизме, на замене божьих повелений своими человеческими, то есть, вот с инквизициями, с крестовыми походами, вот это, собственно, как параллель золотого тельца. Когда Маше возвращается, приносит, собственно говоря, этот вопрос разрешается. Мы сейчас не будем акцентировать на нем внимание. Значит, апостол Павел только проводит параллель с тем служением и нынешним служением. Значит, служение букве и служение по духу, да. Значит, когда было даровано Тора, народ отступил, Маше сошел, около трех тысяч человек погибло. Когда Петр проповедовал покаяние в Ишуа Мессию, народу нашего от, около трех тысяч покаялось. Тогда три тысячи погибло, сейчас три тысячи возродилось для новой жизни. И получается, что, вот если мы обратим внимание на такой момент, вот тут сегодня уже вспоминали о женщинах, о 8 марта. Я в этом году назвал этот праздник женщинам, праздником еврейских женщин. Еврейские женщины придумали, не совсем понимая, что они придумали. Точно так же, как первосвященник когда-то сказал, пророчество обешу, лучше одному человеку умереть за народ, чем всему народу погибнуть, не понимая, что говорил. Я думаю, эти женщины тоже сделали праздник, не понимая, какой в нем глубокий смысл. Смысл действительно есть, если мы посмотрим в Тору. Значит, обратите внимание, когда народ потребовал от Аарона сделать тельца, собственно, женщины там тоже фигурировали. Аарон сказал мужчинам, пойдите и принесите кольца из ушей ваших жен. Ну, что такое отобрать у женщины драгоценности? Мужчины, попробуйте на досуге. То есть, еврейская традиция говорит, что Аарон рассчитывал на то, что это будет неосуществимо, и таким образом он как бы оттянет время и Маше вернется. Что же произошло в результате? Мужчины, прекрасно понимая, что миссия невыполнима, поснимали с себя все и принесли Аарону. Как бы замысел Аарона не удался. Значит, но, как вы думаете, они доброход нанесли, мужчины, доброход нанесли, женщины не захотели в этом участвовать, поэтому мужчины активно поучаствовали, отделив от себя. Ну, такое вот, как бы, так оно было, не так. Я вижу это так, мне кажется, что все-таки так оно и было. Ну, Писание говорит, что мужчины таки пошли и взяли с себя, а не с женщин. Значит, теперь совсем другая картина. Совсем другая картина. То есть, участвовали доброходно мужчины, женщины стояли в сторонке. Значит, и, собственно, это показывает наше служение в нашей ветхой природе. Когда, ну, мы хотим, как мужчины чего-то и достигаем чего-то, вопрос, насколько это эффективно для Царства Божьего. Именно когда мы плотью руководствуемся. Понимаете, потому что можно служить плотью. Можно служить собственными представлениями, собственным видением того, чего Бог хочет. Значит, а женщины вообще не захотели участвовать. Ну, очень часто бывает такое, что женщин совсем не интересует то, чего хочет мужчина. Я думаю, что корень этого кроется в том, что она помощница соответственная. Опять же, как говорит еврейская традиция, значит, помощница соответственная, это значит, когда мужчина хочет того, чего хочет Бог, она всячески будет помогать. Если же она противится, значит, мужчина должен задуматься, а куда он, собственно, идет. Значит, дальше. Следующий момент. Значит, когда ситуация с золотым тельцом была разрешена, и Маше уже, так сказать, пробужденному народу объявил, чего хочет Господь, и нынешняя недельная глава начинается так. «И собрал Маше все общество сынов Исраэлевых, и сказал им, вот слова, которые велел Господь исполнить. Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой добудет освящение полнейшего покоя Господу. Всякий, производящий вон и работу, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». То есть очередное напоминание о субботе, и причем тут принципиальный момент. Поскольку это в контексте строительства скини, вы знаете, когда мы служим, у нас иногда бывает огромное искушение служить без остановок, посвятить себя без остатка. Вы знаете, у Бога на это несколько иная точка зрения. Даже во время строительства скини шаббат был свят. И это мы должны принять во внимание. Если мы, преследуя какую-то цель, достигая какую-то цель, забываем об остановках, мы можем не туда зарулить. Просто по инерции. Знаете, что такое инерция? Если у машины выключить тормоза, то она может привести к смерти. То же самое с человеком. Если он следует какой-то цели даже самой богоугодной, но без остановок, которые Бог заповедал делать, мы не туда заролим. Поэтому празднуйте шаббат. Значит, дальше. И сказал Маше всей общине сынов Исраилевых так. Вот что повелел Господь, сказав. Обратите внимание. Повелел Господь, сказав. Соберите у себя приношение Господу. Очень интересный момент. У кого собрать? У себя. Очень часто тут звучит про египтян что-то. Но мы уже вышли. Мы уже вынесли. Понимаете? Теперь, в той ситуации, в которой мы как народ и мы как община в частности, мы можем собрать только у себя. То есть внутри каждого из нас есть неисчерпаемый источник ресурсов. И духовных, и материальных. И поэтому Господь говорит. Соберите у себя. Но есть один интересный момент. Всякий добросердый пусть принесет его. Это приношение Господу. И дальше идет перечисление того, что нужно. Если помните, недельная глава Трума, она говорила о том, что там шла речь о добровольных приношениях. Здесь же это идет в виде приказа. То есть Бог приказывает принести все необходимое. Но через несколько стихов, это уже 35 глава, 29 стих. Каждый мужчина и женщина, которых влеклось сердце принести для какой-либо работы, какую Господь через Маше повелел сделать, опять обратите внимание, Маше, Господь через Маше повелел сделать, приносили сыны Исраилевы, как добровольный дар Господу. Знаете, в чем отличается новозаветнее служение от ветхозаветнего? В том, что то, что приказано, мы делаем добровольно. Не потому, что приказано, а потому, что наше сердце действительно влечет нас к этому. И вы знаете, мы очень часто, думая по-гречески, считаем, что духовное развитие, духовное служение – это чтение Писания, это молитва. Но, извините, что духовного делал Израиль в пустыне вот в это время? Они делали очень практичные вещи. Бог повелел сделать нечто своими руками. И вы знаете, я вам скажу, что наш духовный рост, он действительно происходит тогда, когда мы делаем какую-то работу руками, ногами, головой, когда мы действительно что-то делаем. Со стороны, посмотришь, обычное дело. Если у меня в квартире, например, сломался кран, я его чиню. Скажите, это работа для моего дома, для моей семьи? А если у нас есть здание, его надо отремонтировать? Это нужда наша, как семьи? Скажите, пожалуйста, а кто здесь член семьи? Вот тот, кто член семьи, тот, по идее, должен это воспринять как свою нужду. Понимаете? Бог уже нечто дал. Бог дает возможность нам возрасти духовно через делание чего-то физически. Иногда это надо и потаскать что-то, иногда это надо прийти и взять веник в руки. Ну, то есть, я говорю об обычных, простых вещах. И не думайте, что это не духовно. Понимаете? Вот именно через такие простые вещи Бог и проверяет, насколько мы духовны, насколько мы посвящены Ему, насколько мы хотим быть частью Его семьи, частью Его царства. И еще интересный момент. Значит, это уже 38 глава исхода, 8 стих. В синодальном переводе этого нет. Там немножко по-другому. Я цитирую истории. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, из зеркал женщин, которые толпились у входа шатра соборного». Интересный момент. Вот вопрос для женщин. Можете себе представить жизнь без зеркал? Вам муж подарил что-то красивое, вы на себя это одеваете, и как вы это оцените? Вы знаете, в Эдемском саду не было чеков и не было зеркал. В Эдемском саду у Евы были глаза мужа. Она, глядя в его глаза, видя его реакцию, понимала, таки да, я красавица. Понимаете, о чем идет речь? Этот мир, этот мир внес в нашу жизнь нечто неестественное. У Клайва Стейплз-Льюиса есть одно интересное произведение. Значит, суть одного эпизода такова. Враг для того, чтобы отвести взгляд женщины от Всевышнего, первозданная женщина, еще не впавшая в грех, просто подарила ей зеркало. Так вот, смотрите, интересно, что Медраж говорит по этому поводу. Как говорится, знаете, сказка ложь, да в ней намек. Значит, у дочерей Израиля были медные зеркала, в которые они смотрелись, когда украшали себя, и они принесли даже эти зеркала в дар для скинии. Моисей сначала не хотел брать их, считая, что поскольку они изготовлены в угоду страсти, то не подходят для храма. Но Всевышний сказал ему, возьми, ибо они мне милее, чем другие приношения. Ведь с их помощью женщины сохранили в Египте еврейский народ. Когда мужчины изнывали от тяжелой работы, женщины приносили им иду и питье, и брали они зеркала, и смотрелись в них, и украшались. И тогда внушали своим мужьям вожделение, и соединялись с ними, и зачинали, и рождали там, и поэтому народ не погиб. То есть, даже у зеркал может быть Божье предназначение. Важно это узреть и этим посвятить себя. То есть, на самом деле, просто на секундочку задумайтесь, женщины отказались от своих зеркал для того, чтобы послужить тому, что Бог повелел сделать. И это действительно ценно. Так что, с праздником вас, женщины, и спасибо вам за то, что вы есть. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израэль.